Добрый день. Продолжаем сегодня предыдущую тему и приходим к следующему. Мы рассматривали системные макропеременные, то есть такое дополнение к нашему предмету. Системные макропеременные, напомню, начинаются от 1000, используются необходимые для уже таких более сложных специфических целей, например, для использования их в программных программах либо промышленных циклах контрольных измерений, либо в пользовательских циклах, когда мы используем дополнительные, скажем так, возможности программирования. Это и месторасположение инструмента, то есть точку координаты. Это информация модальности. Вот как раз в течение нескольких минут повторим. То есть существует отдельная макропеременная, которая начинается на 42, в некоторых случаях это может быть 40 либо 41, после которых идет номер группы и они возвращают информацию модальности в этой группе, например, для того, чтобы проверить, какой код сейчас используется в системе программирования, имеется в виду, какая сейчас вообще система программирования используется, необходимо взять переменную 42.03, то есть подставить ее в условие, либо записать ее значение в какую-то пользовательскую переменную, например, переменная 100 равняется переменной 42.03. Таким же методом можно выполнять это и делать с другими программами, с другими переменными. Кроме этого, нужно посмотреть, что значение переменных, которое вообще может быть и записано и может иметь каждая из переменной. Это то, что вы видите. То есть, например, переменная 42.01 может иметь только 0.0, 1, 2 и 3. Больше она ничего иметь не может, потому что в эту группу больше не входит никакой код. Может быть такое, что, например, если система чипу не работает с модальными значениями круговой интерполяции, даже не значениями, а сами кодами. То есть, может быть такое, что коды G0.2, G0.3 не являются модальными, значит, они также не могут иметь передавать информацию о себе. Тогда 42.01 можно читать только кодами 00.01. Это может быть нужно для разных целей, но мы рассматривали очень важный такой момент, параметр, где они используются. Это цикл смены инструмента, когда в начале программы при запуске смены инструмента мы заходим и узнаем и записываем в пользовательскую переменную и системной переменной реальный статус, скажем так, модальности в группе номер 3 и в группе номер 1. И после цикла смены инструмента мы его восстанавливаем. Мы рассмотрим это в оригинале, то есть как это вообще в коде указано, когда дойдем до определенной темы и я вам покажу этот цикл смены инструмента в коде, то есть полный. И мы увидим, как там происходит это. Кроме этого, мы рассмотрели переменные 43. Это макропеременные, которые могут выполнять разные коды и другие, которые могут присвоить значения. Практически все системные переменные необходимы только для чтения. Мы не можем в них записывать информацию, ну за исключением буквально 10 переменных, которые отдельно нужно изучать. Можно использовать их в условиях, например, если квадратные скобки переменные 43.01, если информация, значение буквы A, то есть кода A, эквивалентно 45, тогда G01F, тут желательно квадратные скобки 43.09, деленное на 2. Если сейчас угол A равен 45, тогда выполнить линейную интерполяцию, то есть в любом случае изменить модальность группе номер 1, и подачу установить, переменная 43.09, разделить на 2. Кто знает, что это такое? Подача 43.09, деленная на 2. Что это значит? Есть предложение? 43.09, деленная на 2. Это текущая подача, текущая подача, которая сейчас есть, которая является модальной, и она делится на 2. Получается, если текущее значение подачи 2000, то then G01F, переменная 43.09, деленная на 2, будет F1000. В данном случае, в примере, используются 2 макропеременные. Здесь видно, какие значения принимают эти переменные. То есть 43.01, это актуальное значение в гласе A, B, C. I, J, K, это 4, 5, 6. То есть мы можем читать информацию не только, например, о дельтах, круговой интерпаляции, а для всех случаев, где можно использовать A, G, K. A, G, K используется для разных дополнительных случаев, например, при использовании кодов G22, G23, где нам необходимо обеспечить безопасность и указать зону, куда нельзя войти, либо зону, из которой нельзя выйти. В таком случае, I, J, K указывает значение для минимальных координат по X, Y, Z. То есть X, Y, Z – это максимальные координаты, I, J, K – это минимальные координаты. Ну, в принципе, это не важно. Главное, что I, J, K там, где они будут использоваться, они будут передавать значения, и это значение можно прочитать. Дальше. 4.3.0.7. Актуальное значение кода компенсации по диаметру D. Чего это нужно? Для того, чтобы получить значение текущего корректора. То есть текущий корректор, который мы указали, используя перед этим кодек компенсации, например, G41, D2, переменная S4307 будет иметь эту цифру 2. Например, если переменная S4307 эквивалентна 2, мы можем также сравнить не только, получить не только текущее значение компенсации D, а также и сам код компенсации. Для этого нам необходимо прочитать модальность группы номер 7. Это переменная 4207. То есть переменная 4207 хранит значение 40, 41, 42, а переменная 4307 хранит значение этого D. Так же самое можно читать и H, только с другим кодом. Кодом 11, 43, 11, кодом 4208, модальность группы. И так далее. Это на прошлом занятии вы должны были почитать и ознакомиться. Сегодня мы рассмотрим следующую тему. Это работа с локальными переменами. Нам понадобится верификация программы. Перейдем в NC plot. Сейчас давайте рассмотрим вот эту таблицу начальную. Пройдемся по вот этим вкладочкам. И на этом, в принципе, теоретическая часть закончится. Мы перейдем, рассмотрим эту тему и возьмем более легкий пример. Отдельно практически до конца занятия будем рассматривать. Локальные переменные используются для внутренних макроциклов, записанных в память оборудования, используются в пользовательских программах. И вот они отвечают за любую информацию, но могут быть доступны в двух режимах. Есть макропеременные первого аргумента и второго аргумента. Первый аргумент – это когда система работает, использует переменные от 1 до 26 включительно, и мы можем записывать в них информацию и читать из них информацию. Такие переменные относятся к переменным пользовательского типа. Переменная от 1 до 26 может передавать значение определенных данных. Это фактически подобно переменной 43-20. Переменная 1 необходима для того, чтобы хранить и передать значение от буквы A. Переменная 2 – B, переменная 3 – C, переменная 4 – I, 5-6 – JK, H – это переменная 11, F – переменная 9 и так далее. S – переменная 19. Но при этом прибавляется еще 6 переменных, потому что 43-20 на этом и завершается. И можно использовать также еще координаты. Для чего это нужно? G65 – это такой код, который нужно запомнить. Называется он простой макровызов, simple macro call. Простой макровызов, который позволяет перейти к новой программе и передать в нее текущее значение кодов. Простой макровызов – это аналог и подобие коду M98. Но M98 – это вызов под программ. Не может передавать никакие данные в под программу. Он может только ее запустить, и максимум имеет такую возможность, как... Максимум имеет такую возможность, что может выполнить запуск программы несколько раз, например, с помощью куда L, L2, L4. Все остальное не выполняется. Данный код G65 вызывает макро программу номер O002 в памяти системы ЧПУ. Может вызвать он ее также локально, если она находится в этом же файле. И передает информацию. Вы видите, что кроме... Если код M98P002 просто вызывает 002 файл, то здесь есть дополнительные буквы. Эти буквы могут быть любыми. То есть вы фактически, запуская код O002, передаете в нее данные. F1000, X20, T3, H3, A5, B6, C9. Это могут быть любые буквы, кроме букв G, N, O, L, P. Gnolp сокращенно. Вы передаете значение F для того, чтобы использовать в нем начальное значение кода F, то есть F1000, F, X20 для актуализации, либо для использования координаты X, T3 для использования кода 3, T, буква T, это номер инструмента, и H3 для использования и работы с коррекцией на высоту. Дальше эта программа, которая передает значение, фактически не является уже главной. Мы активно переходим в подпрограмму, и в подпрограмме мы работаем с информацией. Если мы в подпрограмме напишем переменная 9, то в ней будет значение 1000. Переменной 24 будет значение 20. Переменной 20 будет значение 3. И в 11 тоже 3. Почему так? Потому что 11 – это переменная, которая строго получает значение от буквы H. 20 от буквы T, 24 от буквы X, 9 от буквы F. Это практически аналог того, что мы рассмотрели переменной 43.20, только она до 20, здесь чуть больше значения. В современных версиях ЧПУ будет правильно и логично, если я удалю некоторые данные, которые немного уже не так используются, поэтому я удалю их. Все остальное будет правильно. И будет актуально для любой системы ЧПУ. ABC, IJ, K, D, E, F, H, M, QR, C, U, V, W, X, Y, Z. Не используется G, N, L, O, P, потому что номер кадра, он идет к этому же блоку, P соответствует номеру программы, которую мы вызываем, и дальше передать значение P в подпрограмму мы не можем. Ну и в принципе другие коды по такой же логике. Что это дает? Дает возможность нам передавать в MAC программу номер 2 какие-то значения. Здесь указано, что соответствует, совпадает со значением системных переменных вот эти параметры от 1 до 20, аналоги переменной 43 до переменной 43.20 и определяют абсолютно те же самые вещи. То есть ABC, IJ, K, аргументы, D, E, F, компенсация, подача, H, L, M, N, O, P, Q, R. То есть то, что они и существуют, для чего они существуют. То есть Q это ступенчатое сверление, L это мультизадачный код, вспомогательный код это M. Сюда же добавляются координаты по осям UVW и XYZ. Давайте посмотрим, как это работает, но не на примере, а уже в симуляции. Вернемся к предыдущему примеру. Тоже небольшой вопрос. Конечно. А зачем нужно передавать вот через локальные переменные, когда можно просто уже в подпрограмме использовать системную переменную? Ну, смотрите, системная переменная абсолютно для других нужд нужна. Системная переменная – это чтение определенной информации, получение статуса от станка ЧПУ. Если ваша задача получить какой-то код, какой-то алгоритм, то вы будете использовать либо системные переменные, либо пользовательские, либо вместе. Работа локальных переменных – это как бы другая организация построения программы. Это не относится к использованию системных переменных. Поэтому тут я не могу точно ответить. Давайте вот этот пример. Если можно, еще тогда вопрос. А как получают вот эти локальные переменные свои значения? То есть, я понимаю, что в системные переменные система сама записывает, зависит от того, а в локальные как? Ну, только что я об этом говорил. То есть, вызывая код G65P001T1, мы передаем значение 1 в переменной 20. Вот так и передаем. То есть, мы их сами и записываем при вызове. Давайте я практически пример напишу, и, в принципе, все вопросы на этом и ответят этот пример. Первое. Мы создаем две программы, подобно М98, которые мы рассматривали на предыдущем предмете, который необходим для запуска программы, но в него мы не могли передать какие-то начальные значения. Программа номер 1. О01. Дальше. Какой-то код выполнения. Нет, я напишу строку безопасности. G17, G90, G54, G40, G49, G80. Вот так. G90. G21, например. Дальше. Вызову инструменты. М6 и 1, G43, H1, 0, 3, S10 тысяч. Есть. Запускаем под программу. Если стандартно мы используем 98, P001, запускаем под программу 0.1. Теперь в под программе мы пишем O002. Так, минуточку. Тут будет O002. M98P002. Запускает под программу 0.2. Окей? Одну минутку. O002 у нас запускается под программу и выполняет перемещение определенное. Сейчас мы это перемещение сделаем под программу, а потом переделаем на макро, и будет понятно, что вообще происходит. У нас будет значение X100. X0, Y0. Пусть будет G0, 0. И значение дальше будет X100, Y100. Вот так. Просто перемещение по диагонали. M99 выйдет из-под программы, зайдет в главную программу, и в главной программе мы завершим это. И в главной программе мы завершим это.